Илья, сегодня мы хотели бы обсудить некоторые неудобные, может, вопросы для вас и касаемо вашей личной жизни. Не против ли вы? Да нет, пожалуйста. Добрый день, в эфире программа «Лица химок» и я ее ведущий Кирилл Зыкин. Сегодня мы побываем в гостях у человека, который отказался от научной карьеры ради помощи бездомным. Ну что, пойдемте. Илья, давайте развеем мифы и неверную информацию. Ходят слухи о том, что вы и сами какое-то время жили на улице. Правда это или нет? Нет, это не так. Я очень рад, что у меня в жизни такого опыта не было. И поэтому это какая-то такая ошибочная история. Был у вас факт такой в жизни, когда вы отказались от научной карьеры аспиранта МГУ и начали работать над проектами «Автобус милосердия» и «Ангар спасения». Почему? Это так и есть. Действительно, я был в то время даже уже и не аспирантом, а научным работником. У меня были студенты, я занимался преподаванием в физхимии. Но все это, понимаете, как-то не давало такой какой-то радости особенной. И плюс ко всему я стал в это время православным. И у меня было такое, скажем, подсподное такое стремление, кому-то оказывать помощь. И помощь оказывать тем, кому плохо очень. И как раз, так сказать, когда я стал ходить в храм, я стал общаться с нашими бездомными, которые были у храма. Познакомился, увидел, что это абсолютно адекватные люди, которые просто попали в трудные положения, стал с ними общаться. И это как раз и определило, что я стал работать вот с этими людьми. И когда я стал работать, я понял, что это очень эффективная работа, она приносит радость колоссальнейшую. И, понимаете, сразу видишь результаты своих трудов. Ты помогаешь человеку прямо сейчас и здесь. И он уже устраивается, у него меняется жизнь, он этому очень радуется. Если бы ты в это не пришел и помогать не стал, то, скорее всего, он бы умер. Вот в науке такого ощущения у тебя как бы нет. Ты работаешь на какую-то перспективу, на какие-то открытия, но все это очень отложено. С точки зрения религии, православия, это может быть вещь правильная, но она не дает такого эффективной радости, что ли, или смысла в жизни. Сколько людей удалось спасти за время действия этих проектов? Если так все посчитать, то, наверное, где-то, может быть, тысяч 50, наверное, прошло через наш проект. Мы уже работаем очень давно, вот в этом году уже практически 25 лет моей работы. И поэтому, конечно, за это время прошло совершенно какое-то колоссальное количество людей. Я очень рад, если мне хотя бы часть из них удалось исправить их жизнь и помочь им вернуться в нормальную жизнь. А что касается работы вот нашего приюта, который у нас находится в Химкове, да, вот теплого приема, нашего основного места работы, то за 6 лет работы у нас прошло 1250 людей. И 700 из них, 700 из них, мы считаем, что они эффективно реабилитировались, вернулись в семьи, отыскали работу и уже навсегда попрощались с уличной жизнью. Какая обратная связь поступала по вашей деятельности? Ну, мне кажется, очень позитивная. К нам приезжали наши бывшие проживающие, приносили нам всякие тортики, какие-то подарки. Мы общались с их родственниками, было очень радостно. То есть всегда такая, как бы, если есть какая-то обратная связь, то у нас всегда очень позитивная. Какую роль в вашей работе играет Русская Православная Церковь? Это наш такой моральный ориентир. Мы ориентируемся на Русскую Православную Церковь, на православие. Естественно, вся наша работа, она пронизана вниманием к ближнему, к его проблемам, к сложностям. То есть всем тем, что нам дается в Евангелии, какими мы должны стать. Православная Церковь, она всегда очень оказывает помощь, она проводит разные плодительные ярмарки, акции. И, конечно, время от времени из Церкви приходят люди, которые начинают наш проект поддерживать. То есть если бы они не были православными, если бы они не были, в первую очередь, вряд ли они стали бы участвовать в нашей работе. Поэтому, конечно, Русская Православная Церковь, она очень значимую роль играет в реализации того проекта, который у нас есть. Вы стали автором книги «Организация приютов для бездомных людей», где подробно описано, как организовать приюты, кого набирать на работу, как долго велся сбор информации, какие были у вас проблемы, когда вы только начинали свою работу в этом направлении. Да, вы абсолютно правы. Вот эта книга, она писалась очень сложно. Мы выиграли президентский грант, и по условиям получения этого гранта надо было обязательно писать книгу, которая передает опыт, знания наши передают. И когда я стал писать эту книгу, то я там очень подробно рассматривал все условия, как нужно открыть учреждения, какие есть правила санитарные, правила противопожарные. И когда я только ее половину сделал, оказалось, что эти правила были изменены. И, кстати, мне это пришлось все переписывать снова. То есть это был такой ужасный труд. Я по времени все пропустил, отзванивал, просил, чтобы мне увеличили сроки издания этой книги. И когда она издавалась, тоже было очень много проблем и искрушений. Мне кажется, именно искрушений. Наш редактор, который редактировал эту книгу, она ее сделала как бы оригиналом, макет для издательства стала отсылать, а он исчез. То есть у нее перестал работать компьютер, появилась система, она очень переживала. В конце концов как-то она ее отыскала, эту книгу отправила, и тут же сразу после этого компьютер стал работать отлично. Вот только она когда отправила, и знаете, и это вот такая веселая история, но кончилась она очень печально. Этот человек очень перенервничал, с ним случился инсульт, и он умер. То есть редактор, он буквально пострадал таким образом, что вложил все это в написание этой книги, то есть в оформление этой книги, вложил всю свою жизнь. То есть это было очень много соблазнов, искрушений, но мы эту книгу с Божьей помощью сделали, разослали. Мы ее разослали по всем нашим коллегам, по министерствам региональным, по Русской Прославной Церкви, и получили очень много позитивных отзывов. Да, вот у меня здесь, сейчас вот с собой здесь нету, но у меня есть отдельная папочка, в которой находятся эти отзывы. Это вот такая вот папочка уже, где люди пишут благодаря за то, что мы эту книгу сделали. То есть видите, она писалась очень сложно, но я очень рад, что она может послужить людям реализацией этого проекта. Приют «Теплый прием», где мы сейчас и находимся. В прошлом году были новости о том, что есть проблемы с оплатой аренды по причине того, что благотворитель обанкротился. На каком этапе сейчас эта проблема? Ну, сейчас проблема началась с следующим, что тот комплекс, по которому расположено, он вошел в конкурсное управление. То есть организация, которая была собственником, она явилась банкротом, открытое конкурсное производство, и вообще, говорят, предстоят торги по всему вот этому, то есть вот по этому зданию и по остальным. И мы очень переживаем, как это будет в дальнейшем. Сможем ли мы здесь работать, сможем ли мы здесь остаться, когда поменяется собственник, нам предстоит общаться с новыми людьми. Вот. А почему мы здесь работаем? Ну, потому что место очень такое позитивное. Мы находимся в промзоне. Это не вызывает раздражения у окружающих жителей. И здесь у нас бездомные находятся, и жители там где-то в своих районах. И все это получается очень эффективно. Очень хотели бы, чтобы остаться здесь. И вот это наша сейчас основная проблема, с которой нам предстоит решить. Что же касается ресурсов, их всегда очень мало, потому что сейчас у нас бездомные приходят в таком тяжелом состоянии, вы их можете видеть. Они требуют медицинских препаратов, лечения, перевязок, анализов. И на это, конечно, мы расходуем очень много средств. И поэтому, если будет какая-то возможность кому-то поддержать, мы всегда будем этому рады. Как происходит взаимодействие с коллегами из других городов? У нас такое очень тесное сообщество. Мы с ними уже хорошо знаем друг друга. По какой причине? По той причине, что те люди, которые к нам приезжают из их регионов, мы их отсылаем обратно. И чтобы, естественно, человеку устроить, мы отсылаем в такой же приют, который расположен в этом регионе. И поэтому мы с ними очень тесно общаемся, здесь, естественно, друг друга поддерживаем. У нас даже есть такое сообщество в Телеграме, в котором мы рассказываем о своих новостях, о некоторых знаниях. Да, и даже вот у нас была такая книга вышла. Можно я ее тоже спрошу? Вторую. Это вот книга, в которой указаны все приюты, которые у нас есть на территории страны. Здесь вошли православные приюты, общественные приюты и те приюты, которые сделаны областным руководством. То есть здесь вот вся подобная информация. Естественно, когда мы эту книгу издавали, мы со всеми очень тесно общались. Так что буквально знаем всех. Ну и финальный такой вопрос о будущем. Какие проекты запланированы у вас на ближайший год? Какие головные боли благотворительности будете решать? Ну, у нас сейчас развивается очень такой, мне кажется, позитивный проект. Мы открыли обучающую, как живет, мастерскую, в которой бездомные инвалиды, которые у нас есть, они обучаются новым видам профессии. В частности, они учатся быть мастером кожи. Что это такое? Это изготовление ремней, кардхолдеров, кошельков. То есть это та работа, которая в основном делается, когда человек сидит, да? То есть когда у него есть какие-то проблемы по здоровью, это очень эффективная вещь. Поэтому мы сейчас их обучаем, у нас получились прекрасные результаты. И сейчас мы в дальнейшем планируем эту программу расширять. Мы уже открыли маленькую артель, в которой трудятся те наши ребята, которые отлично прошли обучение, у них получились позитивные результаты. Но мы сейчас хотим эту артель расширить, как раз обращаясь по этому поводу к главе городского округа, чтобы нам подскали помещение, чтобы в этом помещении у нас могло работать уже большое количество людей. И помимо всего этого, мы так думаем, сейчас планируем приступать к привлечению к этому обучению воинов СВО, которые тоже тренировались, стали инвалидами, и у них бывают проблемы с поиском работы уже после окончания службы. И здесь мы очень хотим также поучаствовать, их обучить, чтобы они в дальнейшем могли самостоятельно себе срабатывать на жизнь. То есть следующий этап – это расширение нашей артели и оказание услуг воинам СВО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова